Что загадали? Самое сокровенное. Раздраженный поэт стал шарить в комнате, нашел бутылку одеколон и всю ее выпил. Баба не человек. Или Лев Николаевич Толстой придерживался примерно такого же мнения. Кто? Обезьянка. Обезьянка? Бальмон просто выпрыгнул с третьего этажа. Девушки отдыхают. Просто обвиняют и, в общем-то, заслужено в том, что у меня рассказ иногда скачет с темы на тему. Я объясню, почему это происходит. Потому что, когда у тебя довольно длинный маршрут, тебе очень сложно выстроить по этому маршруту эту тему от дома-от-дома, от доски-мемориальных к доске. Но сегодня и в следующем выпуске я, наконец, пойду навстречу этим критикам. Они не многочисленные, но они есть. И расскажу вам конкретно про один сюжет. Про русскую литературу. Потому что она здесь представлена во всей красе. Я буду опираться на многие источники информации. В том числе даже на свой путеводитель Невский Сперс. Потому что мы с вами находимся сейчас на Невском проспекте. И начнем мы с вами с довольно знакового адреса. Адреса, где, в общем-то, самую свою такую, можно сказать, ватную часть жизни прожил поэт Федор Тютчев. Который на самом деле изначально себя никаким поэтом не трактовал. Он был дипломатом. Феденька, еще молодой, юный, совсем мальчик, как-то гулял по лесу. Увидел там горлицу, которая рядом с его имением погибла смертью храбрых. И он, соответственно, вместе со своим слугой похоронил ее. И это было его первое стихотворение, которое он написал еще в детстве. А потом он рос-рос и вырос. И вот как нам иногда подают, соответственно, историю в школах. И как она представлена на самом деле. Федор Тютчев, безусловно, великий русский поэт. Бла-бла-бла. Это мы понимаем. Но если мы посмотрим на его личную жизнь, если мы посмотрим на его некоторые политические убеждения, которые собирались, особенно после Крымской войны, то мы откроем для себя массу всего нового. Это, в принципе, часть задуманного мной курса. И хрен знает, когда я его существую, потому что нет на это времени. Классики без соплей. Продолжение моей серии романов без соплей. Но, если вкратце, он поехал еще в молодом возрасте в Германию, в Мюнхен. Просто как аташе при посольстве. И не думал, что он там задержится, в общем-то, на долгое время. Там, на одном из балов, он встретил прекрасную девушку Амалию. Вообще немки, они все были красивые в жизни Тютчева. Это, в принципе, как и все остальные женщины, на которых он ориентировался. Вот здесь, смотрите, с мемориальной доски. В этом доме жила работа, выдающийся русский проект Федор Иванович Тютчев. Рядом, кстати, жил Михаил Михайлович Спиранский. Если Спиранский, соответственно, собирался расчертить Россию, как шахматную доску, то Федор Тыщев, помните самые его известные строки, умом Россию не понять. Я всегда поражался, ну, в смысле, как ее не понять, аршином, в общем, не измерить, не особенно стать, в России можно только верить. А как я тогда понимать? Сердцем, ну, это же, понимаете, рациональная вещь, да? То есть мы сейчас говорим уже про какой-то мистицизм, но это отдельная история. Так вот, Амалия, эта юная, прекрасная девушка, сочла, что Тютчев не ее ранга и, в общем, вышла замуж за другого человека. Забегая вперед, хочу сказать, что на излете своей жизни он ее встретил и посвятил ей одно из самых тоже известных своих произведений, ставшие основой романца «Я встретил вас и все былое». Это Тютчев. Далее он встречает женщину, которая старше его, у которой есть уже дети. Ее зовут Элеонора. Он, соответственно, на ней женится. Элеонора говорила, что ей проще путешествовать с тремя младенцами, чем с моим Теодором. Теодор, как он его называл, потому что... Элеонора Ботт, на роде ее фамилия. Потому что, ну, Тютчев был абсолютно не приспособлен к быту, к ведению домашнего хозяйства. Более того, он даже не был приспособлен к устроению своей собственной карьеры служебной, потому что он как-то уехал из Мюнхена на два года и пропустил должность, которая выскочила, и которую он мог бы занять. А он, к сожалению, не был на месте, соответственно, ее занял другой человек. И дальше он там живет и встречает еще одну прекрасную женщину. Посмотрите, они все красавицы. Да, Эрнестина Дернберг. Тютчев уже, соответственно, имеет детей и от Элеонора уже своих. И он с этой Эрнестиной начинает крутить роман. Элеонора, узнав об этом, пытается покончить с собой. Она берет кинжал и протыкает себя, и окробавленная выбегает на улицу. Слава богу, что кинжал был от карнавального костюма. И сам он, в общем-то, был бутафорский, а то, знаете ли, каюк котенку. Тютчев на время, вроде как, пораженный ее поступком, возвращается в семейное лоно, в лоно семьи. Но, как выясняется, ненадолго. Вот здесь, кстати, есть тоже памятная доска, связанная с... Нет, не здесь, вот на той стороне. Или не на той стороне. Я уже сам запутался. Ну и гид Павел Перец, да и хрен с ним. Потому что это не относится в данном случае тогда. В нашей беседе мы просто сейчас пройдем насквозь, через эту замечательную городскую анфиладу. И случается ужасная вещь, которая, кстати, вот как иногда переключается судьба людей. В следующем выпуске я буду рассказывать про Александра Ивановича Герцена. У него была примерно такая же история. Элеонора вместе, соответственно, с детьми Тютчева, она терпит кораблекрушение на пароходе. Он загорелся, но она, не потеряв духа, спасает и себя, и детей. Ей, кстати, в этом помогает Иван Тургенев. И это событие... То есть Тютчев, конечно, с замиранием сердца ждет, спасся там кто-то или нет, когда он естественно, что они спаслись. Он, конечно же, приходит, так сказать, в дикий восторг. Но у Элеоноры случается психическое заболевание, и она в итоге умирает на руках у своего Теодора, и тот сидит практически за одну ночь. Но это ему дает, соответственно, возможность уже официально, второй раз, второй его брак, жениться на Эрнестине Дёрнберге. Все это, как вы понимаете, в свете обсуждается, да, то есть скандал, интриги, расследование. Но Тютчев, он настолько, как бы светский человек, он настолько умеет владеть этим словом, что он всех покоряет. Тем более, что он филигранно владеет несколькими языками. Дальше он приезжает уже с этой Эрнестиной Дёрнберг сюда, привозит вместе с ней своих детей, среди которых я хочу отметить Анну Федоровну Тютчеву. Это потрясающая женщина, которая родилась в Мюнхене, получила там воспитание, и, собственно, первый язык ее был не русский. И, казалось бы, она должна была сюда приехать и стать такой вот, сказать, западнической либералкой. Все не так. Она стала убежденной славянофилкой, и, в общем-то, ее воспоминания я всегда рекомендую вам прочитать, если вы интересуетесь историей той эпохи, потому что она пишет совершенно потрясающим языком, и подмечая массу деталей, и самое главное, с такой очень злой иронией. Очень хорошо и описан финал эпохи Николая Первого. Все, здесь у него опять дети пошли, и тут он встречает воспитанницу Смольного собора. Смольного собора? Смольного собора, ну, Смольного института, понятно, да? Смотрите, какая чудесная у нас здесь картина, но не маслом. Это же прекрасно. Да, обратите внимание, кстати, вот у нее очень характерные вот эти вот штучки на ногах. И она вообще молодая девочка, а он уже такой, понимаете, два раза женат с таким бэкграундом. И у них начинается роман, и он ее называет Лёлей. И, в общем, сначала Эрнестина знала об этом, и она как-то не обращала на это внимание, потому что она думала, что это очередное его увлечение, как бы Теодору нужно постоянно в кого-то влюбляться. Но это увлечение, на самом деле, переросло, в общем-то, в серьезную связь. И Лёля забеременела. Их вычислил на их квартире, там, возле Смольного. Смотритель их вычислил. Возник скандал, и существовал закон, согласно которому мужчина мог жениться только три раза. И он наплел, соответственно, этой Лёле несчастной, что он уже третий раз был женат, и, соответственно, им никакой брак не светит. И вот он жил на два дома. Вот так вот, понимаете? То есть там у него одна семья с молодой, тут у него другая семья. Потом он ездил с Лёлей за границей. И только там, за границей, она, наконец, могла себя почувствовать полноценным человеком, потому что там она писала во всех книгах мадам Тютчева. А здесь она была никто и звать никак. И свет сделал козлом отпущения именно ее. То есть на Тютчева не пала вообще ни тени сомнений. Вот она такая злая сучка соблазнила прекрасного человека, который на тот момент уже, извините, был цензором. Значит, кто такой цензор? Это кто следит за всем, что происходит в медиа тогдашних. То есть, как сейчас мы конкретно говорим про книги и газеты, если бы это было сейчас, он бы там еще контролировал бы и интернет, и радио, и телевидение и так далее. И, в общем-то, это Лёля умирает раньше его, потому что у них доходил до скандалов, она один раз кинула в него чернилицу, слава богу, не попала. Ну и, в общем, вот такая вот жизнь. Ну и в итоге, соответственно, Тютчев вернулся к Эрнестине, а параллельно он занимался тем, что пытался наладить контр-пиар в Европе. Он и Тургенев, еще такой малоизвестный человек по фамилии Толстой, не тот Толстой, о котором мы будем дальше говорить, а другой, они занимались, вот, они были такие имиджмейкеры, да. Тютчев написал несколько статей в западных изданиях, он писал стихи, здесь абсолютно такие ватанские, вот я сейчас делаю кат и вам несколько просто зачитаю. Ну, например, я вам буду эти все прекрасные произведения, естественно, не целиком читать, но кое-какие целиком. Вот очень характерное славянам называется. Они кричат, они грозятся, вот к стенке мы славян прижмем, ну как бы им не обосраться. Чего тебе сказал, не обосраться? Ну, в принципе, он мог бы и так написать и оборваться в задорном натиске своем. Я думаю, сейчас бы какой-нибудь славянам именно так бы и написал. Да, стенка есть, стена большая, и вас нетрудно к ней прижать, да польза-то для них какая, вот что, вот-вот, что трудно угадать. Ужасно та стена упруга, хоть и гранитная скала, шестая часть земного круга, она давно уж обошла. Шестую часть земного круга, она давно уж обошла. Ну, отгадайте, про какую стену идет речь. Конечно, вот Россия, Россия, щит, который защищает наших братушек-славян. Это вечное стремление их защитить. Еще не раз и штурмовали, кое-где сорвали камня три, но напоследок отступали с разбитым лбом богатыри. Стоит она, как и стояла, тверды, не смотрит боевой. Она не то, чтобы угрожала, но каждый камень в ней живой. То есть, при случае может и навалять. Так пусть же бешеным напором теснят вас немцы и прижмут к ее бойницам и затворам, посмотрим, что они возьмут. Опять-таки, обратите внимание, что здесь слово немцы употреблено не относительно конкретно немецкой нации, а немцы имеются в виду все иностранцы, вся западная Европа. Как не бесить вражда слепая, как не грозит вам буйство их, не выдаст вас стена родная, не оттолкнет она своих, она раступится пред вами, и как живой для вас оплот, меж вами станет и врагами, и к ним поближе подойдет. Поближе к врагам подойдет. То есть, это на самом деле, поясню буквально вкратце, речь идет про притеснение христиан на территории, соответственно, и современной Венгрии, и Болгарии, и Румынии, и так далее, от Османской империи, вот нам надо за них вступаться, за этих братушек, ну, как они нам отплатили за это, не мне вам рассказывать. Вот очень характерное стихотворение «Гус на костре». Костер сооружен, и роковое, готово вспыхнуть пламя, все молчит, лишь слышен легкий треск, и в нижнем слое костра огонь предательски горит. Дым побежал, народ столпился, гущий вот все они, и весь этот темный мир, тут и гнетомый люд, и люд гнетущий, ложь и насилие, рыцарство и клир. Лид рыцарства и клир имеется в виду, соответственно, боевая машина Европы и то, что ей руководит, вот эта римская католическая неправильная религия. Тут вероломный кесарь, понятно, да, царь латинский, и князей имперских и духовных, сон верховный, и сам он римский иерарх, своей непогрешимости грехованный. В общем, все такое греховное. Народа чешского, святой учитель, бестрепетный свидетель о Христе, римский лжи, суровый обличитель своей высокой простоте, не изменив ни богу, ни народу, боролся он и был не оборим, за правду Божию, за ее свободу, за все, за бредом, то, что бредом назван Рим. Рим, назвал Рим. То есть вот чешский народ нам близкий, потому что славяне, переносимся в нашу современную действительность, посмотрите, какие они нам близкие по духу люди, не въехать даже на территорию государства. О чешский край, урод единокровный, не отвергай наследие своего, о доверши же подвиг свой духовный и братского единства торжество. Вот оно, братское единство сейчас во всей красе. Современное, очень, соответственно, актуальное, история, потому что речь здесь идет про флаги веют на Босфории. Босфор, соответственно, понятно, какой пролив, пушки праздничные гремят, небо ясное, блещет море и ликует Цареград. Мы вот несколько раз же хотели брать этот самый Цареград, Истамбул, но каждый раз у нас все не получалось. Особенно это было вот обидно для современников во время войны 1877-1878 годов, когда вот он уже был, все, туда. Скобелев на экскурсию ездил. И не даром он ликует на волшебных берегах, ныне весело пирует благодушный падишах. Угощает он на славу милых западных друзей, и свою бы всю державу заложил для них ей-ей. Продаждный падишах западным нашим партнерам заложил бы ее всю. Из премудрого далека франкистанской их земли Погулять насчет пара рока все они сюда пришли. Пуши, громы и мусики. Мусики это по древнерусски музыка. Музыка. Ну так они тоже говорили, музыка. Здесь Европы всей привал, здесь все силы мировые свой справляют карнавал. И при кликах иступленных бойки западный разгул, и в гаремах потаенных двери настиж распахнул. Вот бойки западный разгул. Вот эта тема загнивающего запада здесь сквозит. И всех ярче и милее светит тут звезда одна, коронованная фея Рима, дочь его жена. То есть опять-таки вот эта тема с предательским Римом, он ее постоянно подчеркивает. Но это аллегория, имеется в виду весь этот западный католический мир. Наконец, да, и в общем, только там, где тени бродят по долинам и горам, и куда уж не доходят эти клики, этот гамм. Только там, где тени бродят, там ночи и свежих ран, кровью медленно исходят миллионы христиан. То есть вот пока идет пир, христиане, опять-таки, очередное стихотворение, опять надо нам защищать этих христиан. И надо сказать, что вот это настроение защитить этих христиан, оно было настолько мощным в общественном сознании, что действительно вот эта война 1877-1878 годов, в которой Александр II не хотел никаким образом участвовать, она возникла благодаря общественному подъему. Потому что туда уже отправились даже добровольцы сражаться. Ну и, собственно, Вторая мировая война, нынешняя ситуация, она показала, как нам за это отблагодарила, например, Болгария, да, и все остальные замечательные ребята. Ну и, наконец, Ватиканская годовщина. В общем, тут опять просто конец. Ну и, в общем, вот такие стихотворения. Сейчас бы они звучали бы совершенно по-другому, не знаю, в стиле Сергея Шнурова, но повестка дня понятна. Вот Тютчев, соответственно, непрозрачно намекал, что надо идти, спасать славян, надо вот эту Европу, в которой он провел, в общем-то, почти половину своей жизни, поставить на место. И вот, да, мы можем немножко придвинуться к ней поближе. То есть он был таким пиар-агентом, и вообще он пытался написать такой трактат России-Запад, не закончил его. То есть если вот взять в сухом остатке, забыть, что это Тютчев, да, и посмотреть, как он жил, вот строгие моралисты, ну, вы же понимаете, какими цитатами, эпитетами они его наградят. Однако он вошел в историю как великий русский поэт. И вот, кстати, этой самой Леле Денисевой посвященную у него один из главных лирических циклов стихов. И сейчас мы вышли с вами на площадь, где мы, в общем-то, уже не раз гуляли в ходе моих экскурсий. И здесь я вам расскажу про подвал Боряляча Собака, но через призму еще одной личности, абсолютно забытой, это Константин Бальмонт. Чтобы вы понимали, он написал в свою жизнь 20 книг стихов, 25 книг стихов и 20 книг прозы, плюс еще у него было огромное количество переводов, потому что он знал 16 языков. Но, опять-таки, советская идеология, которую возглавлял тогда конкретно цензуру уже не Тютчев, а другие люди, они выморали эту фамилию из нашего культурного кода, при том, что Бальмонт, если верить Тефи, это был тот поэт, в стихи которого цитировали ухажеры на ухо своим дамам и курсиски переписывали его из тетрадочки в тетрадочку. То есть это был самый популярный поэт конца 19-го, начало 20-го века. Потом, я думаю, его смог переплюнуть только Александр Блок, еще одна звезда. Бальмонт, он из современной Ивановской области, он учился в протогимназии в Шуе, и там он вместе со своими корешами печатал на гектографе прокламации народной воли, из-за чего, соответственно, его отчислили и перевели в гимназию уже Владимирскую, которую он окончил, поступил в Московский университет, и оттуда его тоже отчислили за участие в сходках, выслали в ссылку. То есть, понимаете, у него такой стандартный полуреволюционный путь, которым тогда страдала большая часть пассионарной молодежи. И там в имении своей матери проходили домашние спектакли, он там знакомится со своей будущей женой Ларисой Горелиной, которая была его старше, она была дочерью фабрикантов, ну и которая, в общем-то, конкретно вот в его случае, она была прямо настоящей истеричкой, доводила его до истерик, самого все время его, значит, выпасала, ревновала к каждому столбу. Это привело к тому, что в какой-то момент Бальмонт просто выпрыгнул с третьего этажа, но не погиб, а это привело, естественно, к определенным последствиям негативным для его здоровья. И он начинает печататься и становится как бы одним из главных поэтов того времени. Если верить Виктору Шкловскому, его воспоминаниям, он еще картавил, то есть он грассировал. Вот представляете, ну, то есть, это сейчас мы с вами живем в такую эпоху бурного секса, а в то же время, как бы, секс он был завуалированный. И вот эти вот восторженные поклонницы его, как в одних воспоминаниях называли жены Миранусицы Бальмонта, они приходили на настоящий экстаз от подобных строк. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, и сочных гроздь и венки сливать. Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды, одежды с тебя сорвать. Вот видите, упиться роскошным телом, одежды с тебя сорвать. Хочу я, зная атласной груди, мы два зноя. Хочу я зноя атласной груди. Вот так вот попройте себе, девушка, сказать, дорогая. Сегодня я хочу зноя твоей атласной груди. Вдруг она сразу ваша станет. Мы два желания в одно сольем. Уйдите, боги, уйдите, люди, мне сладко с нею побыть вдвоем. Пусть будет завтра и мрак, и холод. Сегодня сердце отдам лучу. Я буду счастлив, я буду молод, я буду дерзок. Я так хочу!» Вы представляете, да, вот на неоперившиеся мозги вот такое, соответственно, произносится вот отсюда, да. Подвал бродячей собаки был тут установлен. Но на самом деле, если верить воспоминаниям Жоржа Иванова, Иванова, да, очень смешно писал Маяковский, который здесь тоже неоднократно выступал, эти вот жоржики, гладящие себя поляшком, прилизанные на Бриолинина, он имел в виду Георгия Адамовича и Георгия Иванова. Вход был не отсюда. Вход был со двора. Там было такое, нужно было несколько ступенек вниз спуститься. Соответственно, там была дверь, обитая клеенкой. Ну и заходили, когда туда встречали, в общем-то, весь свет Серебряного века. Вот Серебряный век, вот он весь здесь вот размещался. Буквально вкратце, это такой антрепренер Пронин. Это все дело устроил. Ну, антрепренер, это, по-нашему говоря, вот смотрите, происходит, что здесь. Что загадали? Самое сокровенное. Самое сокровенное? Да. Ну что ж. Самое сокровенное. Хочу флэт-вайт. И сегодня моё желание сбудется, да? Остапушка, как тебе натерли носико? Антрепренер, это значит продюсер, по-современному говоря, это французское слово. Он был и актер, и, в общем-то, таким предприимчивым человеком. Он понял, что существует временной слот в году, когда актеры остаются неудил, потому что есть понятые сезонности. И вот для того, чтобы их как-то занять, он задумал, соответственно, устроить некое помещение. Они долго его искали, и есть две версии, из-за чего названа так была «Бородячая собака». По одной из версий Алексей Толстой, когда они мыкались в поисках помещения для того, чтобы справить Новый год, сказал, что мы как бродячие собаки. А вторая версия заключается в том, что Пронин называл бродячими собаками именно вот этих вот актеров, которые оставались без дела в межсезонье. В общем, они организовали этот подвал, и там была целая компания, кто... Какая хорошая машина, а? Сейчас, секундочку, у меня тут просто есть кое-какие подсказочки. Я же не все цитаты наизусть помню, да? Это новый гид. Где же тут само вот это вот место-то? А, вот! Значит, это такая злая ироническая сатира в поэзии на их собрание уже от Игоря Северянина. Я гений Игорь Северянин, он про себя писал. Ну, в общем, они, знаете, как и Бальмонт, были скромными людьми. Зала и бродячая собака, и ровно в полночь в твой подвал, и за булдыга и гуляка бегут, как крышащий шакал. Богемой в папах узаконен, в папах, значит, в папиках. Гостей встречает Борька Пронин. Привет! Привет! Подвижен и неудомим, ну, Борька Пронин, это тот самый Борис Пронин. И рядом пышущий, как тульский, солидным прошлым самовар, распространяющий угар, известный жена-враг Цибульский. Цибульский, это был такой композитор, действительно, он был толстый, один из учредителей. Глинтвей наделый музыкант, и как тут принято талант. Ну, вот, понимаете, да, вот в такой манере. Вот этот дом, общество взаимного кредита, построен по проекту замечательного архитектора Павла Сезора. Мы увидим с вами еще одно его творение, более такого простого исполнения. Ну, а самое главное его здание вот там у нас, на углу, это дом Зингера. Извините за мои сопли, но, как бы, не май месяц. А, ну, Казанскому собору мы еще, правда, выездим, потому что он как раз связан с моментом в судьбе Константина Бальмонта. Аккуратно. Пойдем. И вот там был такой художник Сапунов, он, кстати, потом погиб в том месте, где я живу, утонул возле Сестра Ореска. Он не умел плавать. Я не знаю, как можно там утонуть, потому что там идешь, 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 и все по пояс, чем, собственно, и мне и нравится там купаться в ночи, потому что не боишься ничего. А вот он упал с водки и утонул. Но на тот момент еще был жив женеханек, он расписал, соответственно, стены, и не пускать он хотел драгистов и фармацевтов. Ну, драгисты от слова дроги, драги, да, то есть это на самом деле те самые фармацевты, только на другой лад. Фармацевтами они называли людей, не относящимися к поэзии. Соответственно, с них брались большие деньги, там до 5 рублей был вход, ну а вот представители Бохемы, они пускались бесплатно. Случались интересные вещи. Например, один раз Ремизов и Оверченко, про Оверченко, вы можете прочитать моего путеводителя аж дважды, потому что его журнал «Сатирикон», а потом «Новый Сатирикон» располагался в двух местах на Нинском проспекте. Первый – это на месте дома Вавельберга, дом 7-9. Они пришли, их приняли как раз за фармацевтов, и, в общем, как описывает, соответственно, свидетель событий, развернулась драка страшная. В ход пошли, соответственно, снежки и даже глыбы льда, ну и, в общем-то, там досталось каждому. Второй раз скандал случился уже с самим Пронином, а, с Цибульским, кстати, с Цибульским, который там с каким-то господин Гэ поругался, или это Пронин был, я уже даже не помню, но не суть важная, в общем, кто-то из них. Ну и, в общем, тоже там драка, дошло дело до дуэли, вызывана дуэль. На следующий день они присмиревшие проснулись, протрезвевшие, ну и что, Цибульский поехал, соответственно, договариваться о дуэли, Пронин остался его ждать, в смутном, так сказать, волнении. И тут звонит Цибульский по телефону и говорит, ой, слушай, Гэ замечательный человек, у него прекрасный коньяк, приезжай. В общем, все они благополучно разрулили. Здесь, кстати, музей Михаила Зощенко, куда мы сходим отдельно, это тоже пандан к нашей литературной теме. Ну и, если возвращаться к Константину Бальмонту, там тоже была такая ситуация, когда один пушкинист по фамилии Морозов проходил мимо, а Бальмонту, ему нельзя было пить вообще, ну просто, ну нельзя и вообще, и все. И он его, так сказать, задел, он вообще всех призывал, принесите ко мне рому любезный. Вот этот Морозов тоже вызвал его внимание. Тот к нему вообще подошел с каким-то комплиментом, но Бальмонт сказал ему, что уйди, старичок, ты меня смущаешь. В общем, короче, все закончилось тем, что тот кинул в него стакан с вином. Но Бальмонт в него вцепился, как писал тот же самый Иванов, Ахматова бьется в истерике, Гумилев, Николай, наблюдая за этим всем со стороны, в общем, драка была страшная. В другой раз там одна из почитательниц Бальмонта крикнула, хотите я бросить прямо из окна ради вас отсюда? Ну, что Бальмонт ей иронично заметил, что здесь слишком низко. Ну, помните, что это был подвал, да, то есть она собиралась там в окно ради него бросаться. И Константин Бальмонт, соответственно, у него была вот, после этой первой жены у него была вторая Екатерина, с которой он прожил на самом деле самый счастливый период своей жизни. Кстати, надо сказать, что потом эта самая Горелина, которая была типа Невменько и все время его ревновала, она вышла замуж за такого персонажа, как Энгельгард, и его дочь была второй женой Николая Гомилева. Так что, ну, может быть, не только в ней была проблема, потому что там вот брак был вполне себе счастливый. Ну, и Бальмонт, на самом деле, кинулся еще разок, уже со второго этажа, то есть когда он в Париже встретил очередную свою музу молодую, которая, в общем-то, впилась в него всеми когтями, и один раз они сидели на морозе, значит, в Париже, и она когда вставала, у нее так примерзло, соответственно, к скамейке ее одежды, что она вместе с юбкой там чуть ли не пол себе, извините, попки оторвала. В общем, она забеременела, тоже изводила его страшно, вот именно тогда он напился и бросился, соответственно, с балкона. А я сейчас хочу вам показать, вот как иногда получается информацию доставать совершенно из неожиданных книжек для твоей темы. Есть вот, ну то есть и у меня есть путеводители, вот я вам сейчас покажу еще один путеводитель прекрасного автора Алексея Митрофанова, это конкретно про Рождественскую клуб. Ну, Алексей Митрофанов что делает? Он, это когда в Москве в экскурсии водил, покупал такие книжки, на тот момент это было единственное, что можно было купить по теме, он просто берет огромные куски текстов, воспоминаний каких-то, других книг, вставляет и вот делают путеводители, то есть хочется сказать, о, нифига себе, а так можно было, да? То есть ты там что-то там перелопачиваешь там и так далее. А здесь вот все очень просто. Здесь, соответственно, отписывается гостиница Альпийская Роза. Господи, где же она, где же она? В которой, вот она, эта Альпийская Роза. Здесь приводится воспоминание искусствоведа Сабанеева. Значит, я и Поляков должны были пойти на какой-то концерт, зашли по дороге в осеницу Альпийская Роза, где жил художник Российский. Нафига себе такая фамилия. И у него уже было настроение вздернутое, то есть он уже был под шафе. Да, нас тут пили коньяк. Так как Бальмонт не хотел пойти на концерт, решили, что пойдем втроем, а они, посидят тут, нас подождут. Для безопасности они, естественно, сказали, что Бальмонта не наливать ни капли. Мы ушли. В наше же отсутствие произошло следующее. Оставшись один, Бальмонт немедленно спросил еще коньяку. Ему, как и было условно, естественно, отказали. Он спросил виски, тоже ответ. Раздраженный поэт стал шарить в комнате, нашел бутылку одеколон и всю ее выпил. Вуаля. После того на него нашел рот экстаза. То есть, когда вы пьяный, вы в экстазе. Он потребовался книгу для подписей знатных посетителей, так как подобной книги в отеле не было. Этому принесли обыкновенную отдельную книгу жильцов с рубриками «Фамилия, год рождения и род занятий». Бальмонт торжественно сроческом расписался. И вроде занятий писал только любовь. Что было дальше, точно выяснить удалось. Но когда мы вернулись с концерта, то в вестибюле застали потрясающую картину. Толпа официантов удерживала Бальмонта, который с видом Роланда, но есть такая песня о Роланде знаменитая, наносил сокрушительные удары по статуям негров, украшающим лестницу. Двое негров как трупы с разбитыми головами валялись уже у ее ног. Наше появление отрезвило воинственного поэта. Он сразу стих, скис и даже дал себя уложить спать совершенно покорно. Поляков выразил желание заплатить убытки за поверженных негров, но то выяснилось, что хозяин отеля был поклонником поэзии, и в частности Бальмонта, что он считает за честь посещение его отеля таким знаменитыми людьми и просит считать, что ничего не было. Но сам поэт об этом в своем триуфе не узнал. Он спал мертвым сном. Вот такая вот история. Ну а потом, соответственно, Константин Бальмонт, который отличался замечательными всякими цитатами, мне особенно нравится, когда он увлекался разными девушками, он сравнил с цветами, он говорил, все цветы красивые. То есть он как шмелих опылял. Ну и я слишком Бальмонт, чтобы не выпить бокал красного вина. Как вам такое? В эмиграции он умер в нищете, в больнице. Ну и, как я уже сказал, был вычеркнут из контекста нашей истории. Только сейчас он начинает вращаться, но, собственно, кто напечатает 25 книг его стихов. Вот мы с вами подошли к дому Имзина. Здесь висит мемориальная доска, которая рассказывает, что вот в 75-м году архитектор Сюзор перестроил этот дом. Но до этого этот дом был трехэтажный. И здесь, смотрите, жил поэт Некрасов, у которого бывали Гончаров, Тургенев, Панаев, Фетт, Аненков, Боткин, Григорович, Дружинин, Жемчужников, это приедет, соответственно, Казима Прутков, Майков, Островский, Писемский и Л.Н. Толстой. Давайте мы его посмотрим на него вот от сих. Действительно, здесь, ну, грубо говоря, в середине 19 века поселился Некрасов. Он тогда выглядел совершенно не так, как мы привыкли его видеть. Вот он, видите, такой закопченный. Очень характерный для Сюзора вот эти вот Путти, малышки, пареньки. Он периодически размещает такие фигурки на своих зданиях. И Некрасов вообще думал жить либо в Италии, либо, соответственно, в России, потому что, ну, в Италии ему нужно было ехать, у него был туберкулез, он вообще был уверен, что он умрет. Вот у него была абсолютно четкая уверенность, что он долго не проживет. Но там его смущало то, что не топят помещение, и там нет двойных рам в окнах. Ну, а, соответственно, без народия, без книжья, без люди вот это его смущало. Либо, как он говорил, здесь найти квартиру и как сурок пережить вот эти холодные времена. И, собственно, такую квартиру вот он нашел именно здесь. И поскольку он был главным редактором-современником одного из ведущих журналов той эпохи, где, вот видите, сколько великих, прекрасных людей бывало, здесь у него образовался такой своеобразный литературный салон. Левний Галыч Толстой, который тоже выглядел не так, как мы привыкли видеть. Я вам сейчас, кстати, поставлю фотографию, которую они сделали, сговорившись именно в этом доме, и пойдя в фотографию вот туда, за угол, находившуюся на месте нынешнего дома Зингера. Там мы можем увидеть и самого Толстого, и того самого Дружининова, и Гончарова, и, в общем, всех замечательных, других прекрасных людей. Самое главное, Тургенева, с которым они тут поругались, собственно, к этому я и веду свой рассказ. Не могу не показать вам фотографии молодого Толстого, чтобы вы убедились, насколько все-таки образ, который сформирован у нас в голове, вот этот бородатый, почти крестьянин, не соответствует тому, как он выглядел на стадии становления своего литературного таланта. Он вернулся с полей боев под Севастополем, закончилась Крымская война, он уже, соответственно, прославился своими крымскими рассказами с вокзала, как вы думаете, в первую очередь, куда он поехал? Он поехал в баню. А после он поехал на угол Невского и Фонтанки в знаменитый литературный дом, где жил помимо него в свое время и Виссарион Григорьевич Белинский. Там в то время жил Тургенев. Он, естественно, принял приглашение Тургенева остановиться у него, потому что, как писал в ушепомянутом Дружинин, гостиницы в Петербурге в то время представляли из себя ну просто сборящей грязи. Что не изменилось еще со времен описываемых Астольфом Кустином. В моем путеводителе рассказано, как он боролся с клопами и блохами в нынешней гостинице Европы. Они сразу же нашли общий язык молодой, подающей надежды соответственно Толстой, уже составившийся литератор Тургенев, который кормил его прекрасными обедами. И он под взором слуги домашнего Тургенева по имени Захар уплетал толстые пирожки с аппетитом, с большим. Ну и естественно он привез его к Некрасову. Некрасов назвал его соколом, орлом. Ну и Толстой стал туда хаживать. Первая ссора случилась в тот момент, когда они играли в шахту. Дело в том, что Некрасов выиграл у него две партии, а Толстой выиграл у него только одну. И уже как-то знаете ли надулся. Вот здесь кстати мы подошли к одной памятной мемориальной доске. Видите? Библиотека книжная лавка Смердина. Об этом вы можете прочитать здесь, потому что тут показана вот такая вот обложка новоселья. Вот. Знаменитая картина. На самом деле здесь сидит у нас Крылов, тут сидит у нас Пушкин, тут присутствует Булгарин, Греч, все замечательные дорогие друзья, потому что здесь действительно была книжная лавка Смердина, где, как писал князь Петр Андреевич Вяземский, и не темно, и не холодно. В отличие от книжных лавок, которые находились в гостиной дворе. Видите, Кушкин, Крылов, Жаковский, Гоголь и другие русские писатели. Но мы с вами говорим про тот адрес. Второй момент заключается в том, что тогда произошло разделение на революционных демократов и умеренных либералов в литературной сфере. Революционные демократы это были, естественно, Николай Горькович, Чиженышевский, все вот эти добрали бы писаревые и же с ними. А либералами были как раз Тургене, Брюжинин, Григорович, Майков, и Майков, кстати, был даже, я бы сказал, больше консервативным в лагерю тяготеющий, такой ватан монархический. Ну и, естественно, у них начинались идти уже какие-то идеологические терки, потому что революционные демократы считали, что литература, она должна служить только для революционных целей, описывается там только страдание народа, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Либералы с этим были не согласны, а Толстой не примекал ни к тому, ни к другому лагерю. Некрас уже, естественно, пытался удержать всех, потому что он, ну как, соответственно, издатель был заинтересован в том, чтобы у него был весь спектр современников, представленный в его журнале. И в 1856 году, в феврале, там случилось событие, это был обед, на который была приглашена Абдотя Панаева, красивейшая женщина, жена того самого Панаева. Здесь я вклиниваюсь последний раз, потому что я буквально на днях смотрел выпуск, посвященный Александру Ивановичу Герцену, и там, в общем-то, несколько махров спорили о том, значит, какое место занимал Герцен в истории и так далее. И одна из участниц, очень прекрасная женщина, без вровня говорю, она великолепна, она, соответственно, стала приводить воспоминания как раз-таки Панаевой. И вот посмотрите, что и ответил ведущий, уж извините за качество, просто вот 360 пи скачал с Ютьюба. Про Панаеву не хотелось бы, как про морального авторитета говорить? Нет, ну просто... Вроде как 21 век, мы не будем рассматривать Панаеву, как какой-то, знаете, моральный авторитет. Но она еще, помимо прочего, конечно же, была известна в определенных кругах как любовница Некрасова. Соблазнил он ее, мне потрясающе, вот мне понравилось. Она знала, что он не умеет плавать, и когда они с ней на лодке плыли, он говорит, ну если вы не станете моей, то я сейчас прыгну в воду и утону. Ну что я оставалось делать? Она ему отдалась. Ну это как бы отдельная линия повествования про нашего великого русского поэта. Было предупреждение всем, что при Авдотье нельзя ни в коем случае упоминать фамилию писательницы французский Жорж Сант, потому что она в своих романах, которые тогда гремели на всю Европу и Россию, то же самое это было, она в своих романах, вы понимаете, касалась темой женской эмансипации, да, то есть женщина тоже человек. Толстой не разделял эту точку зрения. И вот, соответственно, когда они обедали, сначала Толстой высказал Гончарову, которому, кстати, предлагали руль Цензора, что он не понимает, что такое цензура, за что получил прозвище Башибу, Зука и Траглодита. Это вот такие были культурные, ругательные слова того времени. Кстати, Траглодитами точно так же называли протонеродовольцев, когда они еще ходили в кружок чайковцев, потому что, ну, они скрывались в своих, так сказать, норах подпольных. Ну, а потом, соответственно, по воспоминаниям Григоровича, Григорович, это, кстати, тот самый человек, который принес повесть «Бедные люди» с дома на Углугравского переулка и Литейного проспекта как раз-таки на угол Невского и Фонтанки Белинскому, да, ой, извините, сначала на Поварской и Некрасову, а Некрасову потом Белинскому на угол как раз Фонтанки и Невского проспекта. По воспоминаниям Григоровича, Толстой сначала долго-долго крепился, потом, наконец, выдал такую сентенцию, такую фразу, что если бы героини Жоржа Санд были бы живы в наше время, то их следовало бы привязывать к позорным колесницам, к столбам и возить, показывать всему городу. Представляете, да, вот какие были нравы? Баба не человек. Или Лев Николаевич Толстой придерживался примерно такого же мнения на тот момент. Естественно, разыгрался скандал, Тургенев выступил в защиту Панаева и Жоржа Санд. Вот тут, кстати, еще один знаменитый адрес Вольфа Беранже, он известен тем, что отсюда Пушкин отправился в свой последний путь на дуэль и несчастный Донзас кидал пули в снег в надежде, что кто-то их увидит. Сюда же потом, кстати, пришел Достоевский и познакомился именно здесь с Запоташевичем Петрашевским. Ну и сами знаете, к чему это привело. Заяхал наш великий писатель. Места не столь удаленные. Ну и одно тоже из самых печальных событий здесь связано с тем, что сюда пришел Петр Ильич Чайковский и, соответственно, попросил воды об Аллахолере. Ему сказали, нет кипяченого, говорит, дайте мне, пожалуйста, сырой. И ему дали. Вот здесь, смотрите, какая интересная у нас есть деталька. Фрагмент подлинной кирпичной кладки 68-72 год. 18 век, вторая половина. Редкий случай, потому что обычно в Москве раскрывают такие факторы старых домов. А у нас-то как бы этим не балуются. Вот, пожалуйста, оно есть. Ну и, в общем, они разругались в пух и прах. Уже Афанасий Петт писал о том, что, значит, Толстой лежит в средней комнате и дуется. Тургенев ходит из комнаты в комнату. А у него еще был такой фальцет, не характерный для его большого роста. И, в общем, причитает. Некрасов бегает между ними, пытаясь помирить. В общем, они разругались просто в пух и прах. Знаете? Ну, собственно, что, Тургенев потом с Достоевским разругался из-за денег, которые Достоевский у него занял. А Тургенев сказал, что он занял больше. Ну, вот с Достоевским то они помирились в 80-м году на против памятника Кушкина в Москве с Полстой, с Тургеневым. Ну, они, конечно, потом, под старость лет, Тургенев предсказал, что я недостойна развязать ремень обуви его. Ну, Полстому тоже было стыдно за эту сцену, но, тем не менее, вот это отчуждение было довольно сильное между ними. Плюс еще масло добавило то, что Тургенев хлестывал за дочерью, о, господи, дочерью, у них была переписка и в итоге это закончилось ничем. И Толстой писал в письмах, что Тургенев плохо поступает с Машенькой. Вот, вуаля, такие страсти, понимаете, разыгрались конкретно на этом месте. Вот этот вот дом угловой, он описан у меня, соответственно, в моем путеводителе Невский с Перцем. Сейчас я расскажу вкратце, что там произошло. Это дом 13-й, это известная четвертная дуэль, но я вам хочу показать, вот даже я вроде как гид профессиональный, который, вот я сейчас вот просто прикинул, сколько я уже накидал маршрутов, которыми, кстати, вы можете вполне пользоваться, да, сколько я нас снимал видео, которое я разработал сам. И тем не менее, я описывал здесь про то, как Грибоедов гостил у своего приятеля Заводовского. Я ходил здесь миллион раз, и только недавно, вы не поверите, я увидел вот эту мемориальную доску. Здесь он жил уже перед самой своей высылкой в Персию в 28-м году, последний, от которой, ну, из которой, собственно, потом и не вернулся. Точнее, вернулся, но, так бы сказать, в разобранном состоянии. А вот этот вот дом, он был здесь еще в гостях молодым, ему было 18 лет. Тоже знал просто неимоверное количество языков, как и Бальмон, только еще больше, по-моему, 18, да, то есть вот уж реально там горе от ума. Ну и, если вкратце, я всегда рассказываю, то есть и на примере Матильды Феликсовны Кшесинской, дело в том, что ведь до революции женские ноги это был абсолютно запретный плод. Села одна батарейка, пошла вторая батарейка. Но нам недолго осталось, мы заканчиваем нашу первую часть мартизанского балета под названием Трэш Угар. Привет, привет, привет! Ты знаешь, кто я? Кто я? Обезьянка. А? Обезьянка. Кто я? Обезьянка, скажем. Обезьянка? Чунга-чанга. Что такое? Обезьянка я. А, ты обезьянка? Да, я обезьянка. Это он прав. Это, знаешь, это Bloodhound Gang. You and me, baby, but nothing. Господи, как он там появится? So let's do it like we do on the Discovery Channel. Да. Step, baby, step. Помните этот офигенный клип, который они в Париже снимали? Ну, они примерно, да, вот так вот, примерно так вот и выглядели. Но только мальчику не надо этот пока клип показывать. А самое главное, особенно мне нравится мне песня, что let's do it Doggy Style so we both can watch X-Files. Да? Давай сделаем этот Doggy Style, чтобы оба могли смотреть X-Files в этот момент. Заботиться о своей сексуальной партнерше и о себе. То есть вот, да. Можем это делать и смотреть X-Files. Да. X-Files, как они у нас называются? Этот... Ну, где эти... X-Files, как сериал-то по-русски называется? Ну, здрасте. Ну, знаменитый сериал, ну... Секретные материалы. Секретные материалы, да, да. Возвращаемся, короче. Женские ноги. Ноги женские. Только в балете. Соответственно, поэтому из-за них все страдали. И вот балерина из Томина, из-за которой тоже все страдали, которую все хотели. Ну, потому что балерина – это главный приз, да. Это звезда Инстаграма. Живет с товарищем Шереметьевым, с бравым гусаром. У него там в друзья ходит Якубович, будущий декабрист, а поэтому горячая голова. Ну, и, в общем, когда Шереметьев уехал на сборы, Грибовидов подловил эту историю и привез туда на угол Невского проспекта и Морской улицы. Она там провела двое суток. Потом она на следствии говорила, что он не предлагал любви, но в шутку или я не знаю, всерьез. В общем, два дня они там обсуждали, я думаю, проблемы балета, так сказать, постановок, может быть, дедло. Это был такой балетмейстер. Вот, кстати, нивелирчик закрашенный, старый. А дедло, кстати, вы тоже можете прочитать у меня в путеводителе. Балеты долго я терпел, но и дедло мне надоело. Это, пожалуйста, Евгений Онегин. И, соответственно, уехала она. Ну, и что, приехала, уехала, бывает. Балеты посудили, все нормально. Когда Шереметьев узнал от Якубовича, конечно же, что она отсутствовала два дня, он захотел истерику, вынудил ее признаться, в чем дела. Она сказала, что там была. Они поехали сразу же по назначенному адресу тут же, тут же стреляться. Заводовский вышел, а он, знаете, он такой англичанин был, как раз выведен в поэме «Горя туман». Всех со смеху смешит Грибоедова. Вообще, по легенде, там был распит впервые скотч. Первая бутылка скотча была распита именно в этом доме. Давай стреляться. Ну, Заводовский с присущим англичанам сарказмом сказал, разрешите мне сначала закончить. Адед? В общем, договорились они стреляться, у нас еще день, но, понимаете, вот кореш стреляется, а я-то, я-то как? Якубович, короче, поссорился с Грибоедовым. И должна была состояться уникальная четвертная дуэль. Самая многочисленная дуэль, это вообще дуэль миньонов, да, это привет Франции, эпоха Генриха II, а вот у нас была, должна была быть четвертная дуэль. Соответственно, должны были стреляться сначала Шереметьев-Заводовским, а потом их секунданты, да, но этого не случилось, потому что Заводовский Шереметьева подстрелил, тот валялся с этой пулей в животе, к нему подошел Каверин, который вошел и пробка в потолок, опять-таки, привет Евгению Онегину, и сказал, что, Вася, репка, репка, это был такой орден в виде репки, которым награждали кадетов, упавших с лошади во время учений. Все, Шереметьев умер, и общество сделал козлом отпущение в этой истории Грибоедов. Он должен был вообще-то отправиться в Европу со своей депмиссией, но вот отправился в Персию, это было такое наказание. Дуэль с Якубовичем была отложена, так вот, Якубович его настиг в Тифлисе, где был Грибоедов, она состоялась, там есть несколько версий, чем это все закончилось. По одной из них они просто потом обнялись и помирились, по другой Якубович стрелил ему то ли мизинец, то ли прострелил кисть со словами, но хоть играть перестанет, потому что Грибоедов, помимо всего прочего, был очень неплохой игрок на рояле, и поэтому ему приходилось носить специальный такой напальчник для этих целей. В итоге именно по этой части опознали его труп, когда везли. Есть такая полулегендарная история, что Пушкин по этому признаку его опознал. Кого везете? Грибоеда. Был ему ответ, когда он встретил его труп. Вот. И все это происходило, началось на углу Невского проспекта и Морской улицы. И вот здесь висит еще одна мемориальная доска, с которой мы начнем уже в следующий раз, потому что в этом доме жил Александр Иванович Герцен, и именно поэтому улица в советское время была названа именем Герцена, потому что его судьба очень сильно перекликается и с судьбой Бальмонта, я имею в виду, конечно, личной всякой в истории, и с судьбой Федора Тючева. Ну, а если вы хотите все это прочитать более подробно, ну, не все это, конечно, частично, то вот, покупайте этот противодитель, ха-ха-ха, минутка рекламы, где не как вот цитируемого мной московского коллеги, да, просто такие куски текста оставляются, все тут перелопачено и все для вас сделано. Точно так же есть совершенно другая книжка, очень актуальна сейчас, друзья мои, вот, про пиар во время русско-японской войны. Я тут как раз в журнале Миру прочитал замечательную статью, как «The world united against evil», да, вокруг России, мир объединился, чтобы победить. И вот здесь как раз есть картинка одна, ну вот, например, хорошая картинка, да, видите, цивилизация, цивилизация показывает, как надо, на самом деле не она, просто есть картина, где точно так же стоит этот несчастный мужик в виде России и весь мир, весь мир, все цивилизованные страны показывает на эту жопную поганую Рашу, как она, ну не найду я сейчас, ну и ладно, может быть подставлю, ну и автор социальный роман Корень, вуаля, 90-е, начало нулевых, что было в Петербурге с очень хитро закрученным сюжетом. Экскурсии сейчас проходят редко, но метко, по выходным только одна буквально в Петербурге и будет еще экскурсия в Москве, две штуки, как обычно, ближе ко второй половине февраля, все анонсы есть в описании в ссылке, которая находится вот там, мы тут сняли замечательный клип про Низю Чебурашку, откуда соответственно этот образ, готовим новый альбом, перезапуская проект ОСА, фотографии уже даже со ссылки клипа вам показывают, что там прекрасного творилось, а на этом все, с вами был гид Павел Перец, увидимся, пока!